Спасибо, что пришли на какой-то мой сегодня экспериментальный абсолютно рассказ с экспериментальным названием, который назван «Небылица эпохи раннего IT». Во-первых, я не уверен, что «Небылица» даже это корректное название, но мне показалось оно очень таким удачным, потому что «Небылица» для меня это что-то вроде было, а вроде не было, или вот было что-то, во что все верили, оказалось, что неправильно верили или не верили, а оно случилось. И мы сегодня посмотрим просто на несколько случаев того, кто что сказал, кто во что верил, кто что считал и как это потом оказалось, правда или нет. Можно было бы, конечно, назвать сегодняшнее мое выступление что-то типа «прогнозы, которые не сбылись. Ну, можно, но мне слово «небылиться», повторюсь, сегодня больше нравится, потому что это именно связано с каким-то такими представлениями, что, ну, не факт, не факт, такого не может быть, а потом внезапно, оказывается, может быть. Давайте начнем вот с такого факта, не совсем пройти. Все-таки у нас какая-то есть тенденция связывать возможность предсказания людей, их способности предсказывать будущее или говорить о чем-то, что верно или что неверно, учитывая их некую экспертность. То есть вот они такие классные ученые, значит, вот раз он говорит, то точно, правда, абсолютно. В этой связи мне нравится сравнить двух ученых-физиков, оба этих ученых известны, в том числе, школьникам по курсу физики. Вот давайте начнем с одного из них. Вот Роберт Бой. Английский ученый, один из основателей Британского королевского общества, Бойль Мариотт, значит, потом еще, чем он известен, он один из тех, если не самый первый, кто предложил понятие именно химического элемента, собственно, как раз-таки в попытках перевести алхимию в химию. И у него есть ряд трудов, и у него был такой вот список желаний Роберта Бойля. Он сказал, вот хорошо было бы, если бы в будущем человечество нашло ответы на вот такие вопросы, и написал там 24 своих пожелания. Читаешь то, что он написал, и думаешь, что у него было какое-то такое зеркало, куда он смотрел и, видимо, это все видел. Потому что он говорил, ну да, наверное, полностью омолодиться будет тяжело, но можно же омолодиться частично, чтобы были новые зубы, или волосы снова были не седыми, а темными. Он говорил о том, что, возможно, стоит как-то преодолеть возможность, получить способность к полету, человек или кого-то еще, что под водой можно будет находиться очень долго в спокойном состоянии, о том, что болезни можно будет лечить на расстоянии, и о том, что органы можно будет пересаживать, о том, что для плавания можно будет взять и вдохновиться чем-нибудь у рыб, и о том, что можно изготовить материал, похожий на стекло, но эластичный. Там еще полный список желаний, но ты читаешь и думаешь, как он так это все смог сформулировать. Если кажется, что такая, скажем, вера в будущее склонна всем ученым или всем ученым физикам, то нет, есть абсолютно другой пример, причем более нам современный в каком-то смысле, уже живший в 19 веке, это лорд Кельвин, он же Уильям Томпсон, тоже нам известен, потому что абсолютная шкала температур Кельвина, он придумал ампер-весы, это вот устройство, чтобы измерять точности единицы тока. Вот, и вместе со всем этим, что он был такой молодец в определенном количестве областей, он под конец своей уже, скажем так, карьеры, хотя уже, вернее, жизни. Вот начнем с того, что когда рентген открыл рентгеновские лучи, он всем послал письмо, смотрите ему, что я сделал, и ему Кельвин ответил что-то типа, ну не то, чтобы я восхищен, но молодец, что что-то такое придумал. Вот был ответ Кельвина рентгену. Далее, Кельвин полагал, что возраст Земли примерно 20-30 миллионов лет. Вот, он сказал, что, ну, больше, не похоже, что больше. Дальше, абсолютно, вот как бы его первоисточник, я цитирую, radio has no future. Радио это такая забава, будущего у него нет. И еще, еще более интересное утверждение, вот, heavy and the air flying machines are impossible, то есть машины, которые тяжелее воздуха, невозможны. И говорит нам об этом ученый-физик, который мы проходим в школе. Вот так вот, два ученых-физика, один живет в 16 веке, и предсказывает в каком-то виде будущее или верит в него, второй говорит, да это невозможно, или это баловство какое-то. Поэтому, понимаете, получается, что каждому поколению, вот когда оно делает прогнозы, есть какая-то вот склонность, во что-то верит, во что-то нет. Это зависит, ну, не от профессии, не от, не знаю, страны. Это вот все время индивидуально. И вот, например, хочется поделиться тем, как будущее в 2000 году видели художники в начале 20 века. Вот, например, перед вами то, как представлялось собой обучение в 2000 году, по мнению, собственно, художника 1900 года. Что вот у нас это класс, и педагог, видите, он в некой машине скармливает учебники, какой-то ученик провинившийся, значит, занимается или дежурный, крутит ручку, и потом из этой машины по проводам прямо в наушники или, может быть, даже в мозг, видимо, знание поступает каким-то там школьником. Вот. Здесь, с одной стороны, смешная история в плане того, что книги перерабатываются в электрические сигналы, но, с другой стороны, некоторые видят в этом что-то вроде онлайн-обучения. И надо понимать ведь, что когда прогноз такое делается, люди обычно не будущее прогнозируют, а усовершенствуют настоящее. Поэтому, видите, здесь как бы идея новая, но они сидят в классе, все ищут учебники, да, потому что технологии, все равно, в которых они мыслят будущего, это технологии начала 20 века. Другой пример того же самого времени, это театр, и говорится, что вот видео и звук с театрального представления можно будет передавать на расстояние. Опять же, здесь это указано вот через какую-то такую машину проекции, но слушайте, как в этом не узнать телевидение или радио, это невозможно. Вот. Соответственно, вот художники предсказывают что-то иногда, может быть, даже лучше, хотя, повторюсь, не как будущее, а как все-таки усовершенствовано определенное настоящее. Иногда происходит так, что то, что считалось каким-то таким условным понятием, обретает абсолютно новый смысл. В 19 веке уже возникло понятие Бак, как жучок. Томас Алва Эдисон сказал о них, что, вы видите, как он написал, Little faults and difficulties show themselves and mouth of intensive watching, starting labor are requisite. То есть это небольшие какие-то ошибочки и сложности, которые потом требуют месяцев усиленного наблюдения, изучения и работы. Это Томас Эдисон сказал в 19 веке, абсолютно не зная, что ровно, ну, примерно ровно через век, в середине уже 20 века происходит очень интересный момент. В 46 или 47 году инженер Грейс Хоппер, но она потом адмиралом станет, но еще пока она сотрудник в Гарварде, она занималась разработкой компьютеров серии Mark и, собственно говоря, в поисках определенной неисправности увидела, что эта неисправность происходит из-за того, что в реле компьютерное, ну, одно из реле многочисленных компьютера влетел мотылек и там застрял, из-за чего оно не работало. Она этот случай задокументировала, бак этот был тоже вклеен в журнал, это теперь музейный экспонат, как первый бак компьютерный, который был обнаружен, в принципе, вот уже в наше новое время. То есть вот очень интересно, как это возникает и развивается. В то же время, понимаете как, даже не имея технологий, люди верили во что-то, что было действительно небылицами для их сверстников, но они в это верили и развивали, и только потом уже через века мы признавали то, что они придумали. Например, вот 19 век, инженер Чарльз Бэббидж придумывает, что можно делать какую-то вычислительную машину, которая будет что-то считать. Как он ее может построить? Да никак. Абсолютно технологий для того, чтобы такие вещи строить, еще нет. Но он ее придумывает и параллельно с этим он начинает предлагать, а что бы могло в ней работать. Он предлагает, что там должна быть память, должен быть вот вывод с помощью специальных таких картонок или бумажек с дырочками, которые потом назовут перфокартами, что там должно быть арифметическое устройство, потому что данные с этим перфокартам нужно будет обрабатывать математически, то есть нужно будет какое-то устройство, которое может делать арифметические операции. Его подопечная Ада Лавлейс, между прочим, дочь Байрона, идет дальше, и она, развивая идеи, его пишет алгоритм для этой антической машины, и она придумывает такие вещи, как циклы ячейка памяти, и это за сто лет до появления первых компьютеров в современном смысле этого слова. И не зря как бы Ада Лавлейс считается до сих пор у нас первым программистом. Ну, вот повторюсь, с одной стороны есть некое визионерство людей на сто лет вперед, с другой стороны есть иногда немножко такая оценка ошибочная, хотя и понятно, что наблюдается какое-то развитие. Вот, например, уже компьютеры есть, и в журнале Popular Mechanics появляется статья Branded Click про современные в сороковых годах компьютеры, что вот они такие замечательные, и автор этой статьи восхищается, он говорит, как здорово, что компьютеры могут всего лишь за 10 секунд перемножить десятизначные, два десятизначных числа. Вот, и он говорит, наверное, в будущем компьютеры будут иметь только тысячу ламп, и весит, наверное, всего лишь полторы тонны. Вот, ну, для нас, которые вот считают сейчас на таких вот устройствах это звучит очень смешно, но все-таки надо понимать, что в сороковые годы вот линейка компьютеров ENIAC нас занимала целое здание, и весила она явно не полторы тонны, а в десять и даже, может, на несколько порядков больше. И ламп там тоже было в несколько раз, мягко говоря, больше. Люди, когда компьютеры развиваются, уже потом начинают создавать какие-то мнения по поводу того, что с программным обеспечением, которое на этих компьютерах работает. И в этом смысле даже очень интересно видеть, как очень популярные люди, которые вроде бы создали мир, как мы хотим, они делают такие цитаты, что ты потом их читаешь и говоришь, как так ты мог, ты же говорил так, почему теперь вот так. В этом смысле очень популярная фигура для такого, скажем так, анализа, это Билл Гейтс. Ну, кто вдруг его не знает? То есть это человек, который разработчик операционных систем Windows, потом уже глава компании Microsoft. И вот он в 80-м году отлично сказал цитату «There is nobody getting rich writing software that I know of». То есть не знаю ни у кого, кто зарабатывает на разработке ПО. Говорит нам Билл Гейтс, склотивший через десятилетие состояние на, собственно говоря, на операционной системе Windows, он нам в 80-м году это говорит. То есть в 80-м году еще Билл Гейтс не верит, что на разработке ПО можно зарабатывать деньги. Ну, повторю, что Билл Гейтс вообще много чего интересного говорил, за что он потом оправдывался. Ну, например, за четыре года он меняет свое мнение на тему систем, значит, 32-битных. Что такое 32-битная система, если простым языком? Вот у вас процессор в компьютере, он все время обрабатывает информацию. И вопрос, а какого размера данными он оперирует? И вот, собственно говоря, 32-битная, значит, что он оперирует 32-битными числами. То есть числами из 32-х нулей или единиц. И вот Билл Гейтс в 89-м году. Не, мы не будем выпускать 32-битную систему. А в 93-м году выходит Windows 3.1, которая, собственно говоря, является 32-битной системой. В этом смысле, как бы нам не вспомнить такую замечательную историю, когда компьютеры в 90-е годы очень постоянно зависали, и нас буквально все друг другу говорили вот с детства, что компьютер завис, ты его перезагрузи. Вот сейчас мы уже там control, alt, delete, выбери там снять задачу, но в 90-е годы перезагрузи. И люди, которые про это слышали, они говорили, ну что за такое топорное решение? Почему получается так, что нам надо перезагружать компьютер? Как будто бы от нас айтишники что-то скрывают, да, что можно же нормально проблему решить, что вдруг компьютер снова заработал. Но как бы они нам надо перезагрузить. Так вот, я вам эту небылицу хочу сейчас раскрыть, что это действительно правда, то есть иного решения быть в той ситуации не могло. Объясню почему. Есть такая история в программировании, это взаимная блокировка. Английский deadlock – это тоже очень популярный используемый парадигм. Ну, сначала можете посмотреть на правую картинку. В правой картинке машины на перекрестке не разъедутся. Ну, то есть не смогут. То есть тут уже точно должен приехать, имеется в виду не разъедутся в том направлении, в котором они хотят поехать. Это невозможно. Вот, но за рулем машины сидит человек, а в случае компьютера, когда он попадает в такую ситуацию, он не может думать по-другому. Так вот, теперь уже на левую картинку. Deadlock строится очень просто. Есть две параллельно выполняемых программы. Ну, или процессы компьютерных. И один процесс завладел одним ресурсом, ну, файлом, например, а другой процесс другим. Все, они единоличные владеют. То есть только они с ним работают. Что значит «только они»? Это означает, что все остальные процессы не могут работать, пока файл не скажет «Все, я закончил, можете работать». Но при этом, когда процесс работает с одним ресурсом, ему, возможно, потребуются еще другие ресурсы. Так вот, тред один, то есть это поток или процесс один, он владеет ресурсом номер два. А второй поток владеет ресурсом номер один. И в какой-то момент им понадобились ресурсы друг друга. Опять же, вы можете себе представить следующую картину. Вот вы с человеком, которому вы не доверяете, пытаетесь обменяться чемоданами. И вот вы вот так вот друг друга держите за чемодан, и никто не отпускает. Вот это дедлог. Как это решить? Никак. Поэтому решением дедлога что является? Перезагрузка компьютера. Поэтому перезагрузка – это абсолютно рабочий инструмент, который вот эту ситуацию просто, ну, выключал, и начинали процессы работать заново. То есть это действительно такая вещь, что, возможно, вам казалось, что компьютеры работают как-то по-другому, и что на самом деле есть более логичный способ, как можно зависания избежать. Нет, логичного способа нет. Это действительно перезагрузка. Сейчас уже стало лучше, потому что этими вещами могут управлять. Билл Гейтс еще хорош, что он про спам поговорил. Отлично. Во-первых, он в 2003 году Конгрессу предложил идеи, в частности, законодательно закрепить, что в теле, в теме письма, которые содержат спам, должно быть акроним ADV, то есть advertisement, то есть реклама. И Microsoft предлагал создать специальную независимую организацию, которая ответственна за разработку методов борьбы со спамом. Но это ладно, ну, не сделал, как бы, не закрепили мы на законодательном уровне. Дальше он предложил еще смешнее вещь. Он на Всемирном форуме давать сказал, через два года спам не будет проблемой, мы все решим. Сказал тоже нам Билл Гейтс, что 18 месяцев и все, и от спама мы избавимся. И он предлагал опять новые решения. То есть они предлагали вообще монетизировать отправку писем на почте. А история следующая. Вы отправляете письмо на сервер, и за отправку вы платите деньги. Сервер проверяет, что ваше письмо спам или нет. Если оно не спам, вам денежка возвращается. А если спам, то и денежка не возвращается, вас еще и штрафуют. Вот такую систему управления спамом Билл Гейтс предлагал. Ну, мир пошел по другому пути, сейчас спам тоже такая же проблема, но опять же появились алгоритмы уже искусственного интеллекта, которые на основе машинного обучения пытаются обучаться, что вот это спам, это не спам и так далее. А вот одна цитата, за которую прямо его постоянно в интернете над ним подшучивают, которая на самом деле имелась в виду что-то другое, это фраза про 640 килобайт. Мем какой? Билл Гейтс сказал, что 640 килобайт оперативки хватит всем. Как писалось в одной статье, сейчас калькулятор на телефоне жрет 18 мегабайт. А Билл Гейтс тогда это говорил. Но правда сказать в защиту Билла Гейтса, что в этом случае он не имел в виду, что хватит навсегда. Он имел в виду, что именно тогда, в 1981 году, в контексте спора с конкуренцией с компьютерами Apple и еще другими, он говорил, у меня круче, у меня 640 килобайт, это вам ну точно хватит. В том смысле, что для задач 1981 года. По сравнению с компьютерами Macintosh там и другими, которые, ну собственно говоря, не владели такой оперативным. Он это имел в виду. Но весь мир запомнил и пошло как мем, что Билл Гейтс сказал нам, что с 640 килобайт памяти хватит всем. Я тоже долгое время думал, что это так, пока я не стал разбираться в этой ситуации. Отдельной строчкой хочется поговорить про людей, которые создавали компьютерные антивирусы, про то, как они сначала относились к вирусам. Ну вот, например, Джон Макафи. Конечно, такой человек эксцентричный. Он, к сожалению, в прошлом году, позапрошлом году скончался в американской тюрьме причем, при очень странных обстоятельствах. Но, тем не менее, он приложил руку к созданию антивирусов. Вот Макафи антивирус, тот самый бесплатный антивирус, который все время вам предлагает обновиться, что-то там вашу компьютер под угрозой. Так вот, он сказал, вирус это 7-минутный характер, за год-другой должно сойти на нет. Сказал он, еще когда он не был вовлечен в разработку уже антивируса. Ну, Макафи, вы можете сказать, что это эксцентричный человек. Давайте обратимся к более сдержанному человеку, умному, что ли. Вот, замечаю, человек Питер Нортон, отличный человек, очень известный в 90-е и 2000-е годы. Нортон, командор, вот был кто-то у кого-то на компьютерах у взрослых, помните, был. Вот такой вот синенький, красивый. И Нортон, что он соорудил-то нам про антивирусы? Давайте посмотрим. Про вирусы. Что мы имеем дело с городским мифом? Это как история про крокодилов в канализацию Нью-Йорк. Об этом все знают, никто их никогда не видел. Ну, Нортон быстро, видимо, понял, что он не совсем прав. И вот уже антивирус Нортона был выпущен через несколько лет. Потом Нортон весь свой бизнес продал компании Semantic. Поэтому сейчас он называется Norton by Semantic. В 2000-е годы, если думать про то, кто во что верил и что прогнозировал, очень примечательный крах компании Nokia. Это просто история, как проиграть мир просто из палаты Мир и Весов. Значит, Nokia, да? Вот этот телефон, в моей молодости это 3310. Поднимите руки, у кого только был телефон. Вот. Вот, видите? Да, вот. Как говорится, когда телефон Philips падает, разбивается телефон. Когда телефон Nokia 3310 падает, разбивается асфальт. Ну вот. Так вот, Nokia, лидер рынка. Просто классная компания. То есть популярнейшая, да? Посмотрите на динамику продаж смартфонов. Фиолетовенькая, это их Symbian, операционная система. Вот она тут, молодец. А потом с 2014 года ее просто нет. И как видите, как она резко проигрывает красные линии, это Apple, синие, это Android. Что случилось-то? Вот история, как не поверить в то, что происходит, и думать, что они все еще законодатели мод. В 2007 году выходит первый iPhone. Сенсорный, дорогой, но всем нравится. Nokia такая. Ну и что? Да какая-то эта блажь. Ну, не придала она значения. Дальше появляется Android, который сначала был очень такой системой, ну, не очень хорошей, но Google продолжил развивать. И она, в отличие от других, была бесплатной. И она, большинство компаний, которые занимались разработкой телефонов, взяли ее все на вооружение и начали использовать. И Nokia такая, ну и что? А мы все равно лучше понимаем про телефон. Google и Apple предлагают делать маркеты, говоря, что мы не разработаем все для наших пользователей. И предлагает инструменты разработки. Оттуда берет начало мобильная разработка. То есть что такое мобильная разработка? Потому что Google и Apple открыли свои маркеты для приложений, и там можно разработать приложение, выложить его, включить монетизацию, даже зарабатывать деньги. Nokia в это время верит примерно в то, что она сможет все разработать сама. вся, все разработает. И третья гениальная их мысль. В 2011 году, когда уже все было прям плохо, Nokia, возможно, надо было тоже подключиться к Android. Но она сказала нет. Ладно, мы поняли, что Symbion устарела, хотя опять же, видите, был хит просто рынка. Вот. Ну ладно, мы понимаем, она устарела. Мы перейдем на Windows Phone 7. Вот. То есть, опять же, не глядя, вот просто посмотрите на вот эту вот диаграмму, которые точно были в эти годы. Она сказала нет, мы пойдем другим путем. Вот пошли. Вот. Где сейчас многие, мы прекрасно с вами знаем, хотя точнее не знаем, потому что мы о ней мало слышим, но в последнее время она старается вернуться обратно. Все равно компания функционирует, хотя она свой бизнес по мобильной разработке продала Microsoft. Надо понимать, что прогнозы интересные будущего, которые могут сбываться или не сбываться, дают еще и в сфере литературы, кино, искусства. Ну, например, в 1981 году писатель Нил Аргли пишет серию работ, и в них написан прогноз по поводу компьютерного будущего. И вот он пишет. У нас благодаря компьютерам налички не будет, и грабить на улицах никого не будут. Но зато теперь будет компьютерное мошенничество. Проникая в компьютерную систему, будут воровать деньги с банковских счетов, а в полиции будут созданы специальные отделы для борьбы с такими мошенниками. Но доказать их вину будет каждый раз довольно сложно. Гений просто. То есть это же он полностью повторил всю историю, связанную с кибербезопасностью, которая только через 20 лет, ну, 10-20 лет, начала активно уже развиваться. И человек-писатель делает такие прогнозы. Вот есть фильм «Опасная правда». Это пример того, когда фильм вроде смешной, потому что я его в других лекциях всегда привожу как смешной фильм, где пытаются показать работу айтишников, и просто у них это не получается. То есть, нет, выглядит круто, но если смотрят айти-специалисты, он говорит, что это такое вообще происходит. И в этом фильме «Опасная правда» есть такой момент, когда заходит, значит, главный герой к некому бизнесмену, гостю, и говорит, вот это цифровое панно, но он знает, какие картины мне нравятся, какую музыку я люблю. Он чувствует вкус любого, кто находится в этой комнате. Поверить, что в тысяча… в 2001 году такие цифровые панно существуют, я не могу. Поверить, что в 2021-20-20-23 году такие панно существуют, я верю в это. Потому что, опять же, есть у меня профиль в социальных сетях, который можно проанализировать, есть мои рекомендации в соцсетях, которые можно проанализировать, и можно, распознав лицо, найти человека в социальной сети, чтобы тоже его рекомендации посмотреть. Можно. Неожиданно здесь коллеги прям ткнули пальцем в то, что на самом деле вполне реализуемая вещь имеет. Но вопрос, какое будущее верит нам, которое нам показывает современное фантастическое кино, я не знаю, потому что большая часть нас пугает антиутопиями. Вот. Уж действительно есть очень много фильмов, которые рисуют дальнейшую сферу развития робототехники, дальнейшую сферу развития компьютерной безопасности. И потом смотришь иногда какие-то вещи и думаешь, что… походу они угадывают, но от этого очень грустно. Вот, например, недавно изобрели цифровую копию умершего родственника в какой-то азиатской стране, я помню, то ли Японии, то ли Корее. То есть можно… она анализирует переписку, и можно будет с этим родственником пообщаться с его цифровым аватаром. Ну, примерно такая серия была в черном зеркале. Там, правда, еще был человек как бы оживлен, роботизирован. Вот. В общем-то, очень много прогнозов, которые могут сбыться, если… ну вот, что из этого небылица действительно, которое как бы уж точно никогда не произойдет, а что может потом из небыли превратиться в быль, сложно очень сказать. Есть много разных прогнозов. Вот что мы ждем, например, от будущего? Что вот все знают, что будет, но еще не произошло? Ну вот, что такси будут летать по городу? Да. Что чипирование будет? Ну, какое-то, наверное, будет. Роботы вместо людей? Да. Цифровые клоны человека? Конечно. Что обучаться можно будет путем инъекций в мозг? Наверное. Ну, кто в Atomic Heart сейчас играет? Там есть полимеризация, очень похожа на это. Медицинские нано-роботы, которые будут у вас по организму как-то там ходить и вас лечить. Ну, или управлять можно будет устройством с помощью силы мысли. Что из этого произойдет? Кто его знает реально? Поэтому давайте будем просто смотреть и наслаждаться. у меня все. Спасибо.